В Ростовскую область первая группа сочинских сотрудников ЮРПСО отправилась 1 июля. В команде было более 20 человек, в основном медики и спасатели. Там, на границе с Украиной, недалеко от посёлка Изварина, где ведутся активные боевые действия, они развернули мобильный госпиталь для оказания помощи беженцам. «Медицинский госпиталь укомплектован оборудованием и средствами оказания помощи из расчёта работы 10 дней с пропускной способностью 100 человек в сутки. Также присутствовали сотрудники Краснодарского вместе с нами филиала ЮРПСО и Крымского». Лагерь рассчитан на 500 человек. В день туда пребывало около 50 беженцев. В помощь требовалось разное от лечения простуды до нервных расстройств и серьёзных травм и ранений. «С разными видами травм, с психоэмоциональными тяжёлыми состояниями люди практически все плачут, очень много детей. Осколочные ранения, пулевые ранения на вылет были, в основном ноги. И ноги, руки иногда привозили полосные ранения, то есть живот». Сочинские спасатели в российском Донецке отработали первую смену. Это 10 дней. Они отметили, что состояние у людей, конечно, подавленное. Большинству требовалось с помощью психологов. Но жизнь всё-таки продолжается. Как видно на кадрах, которые снимали сами спасатели, прямо в лагере для одного из беженцев устроили настоящий день рождения с праздничным тортом. Добавлю, что вторая группа спасателей уже снова отправилась на границу с Украиной.